Всем приятной жизни, Эль Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмачка. Ну чё, давайте со всеми перетрем. Так, давайте продолжим. Чё скажет Мышавур? Благодарю. Я попрошу. Девушка моя воспитанница. А пожилые люди только для того и живут, чтобы помогать молодым. Ты понимаешь, что это ещё не конец? Понимаю. Чтобы ты не решил делать дальше, помни, что на Скеллиге ты всегда найдёшь поддержку. У меня, у Краха, у его детей. Я буду это помнить. Я буду об этом помнить. Я пока присмотрю за ранеными, но скоро мне надо будет возвращаться. Я оставлю вам немного лекарств. Будь здоров, Мышавур. До встречи. Так. Убказы банили? Нет, я его не банил. Он просто ушёл. Видимо. Тут просто чувак рассказывал, что у него весь мир выжил. Не знаю, насколько это правда. Да. Но все пишут, что это не вариант. Я всегда буду помнить твои уроки и твою жертву. Так. Эскель. Я тебя понимаю. Попытаюсь счастье в Нижнем Архии. Война всегда добавляет работы. Там посмотрим. До свидания. До свидания. Так, чё эти с Бьянкой скажут? Ну и как. Теперь я могу сказать, что видел на этом свете всё. Я до сих пор не верю в то, что видел. Вы рисковали ради меня жизнью. Как я могу вас отблагодарить? Мы что-нибудь придумаем, правда? Обязательно. Что вы собираетесь делать? Надо возвращаться в Новиград на следующую войну. Если вдруг соскучишься, мы будем в лагере. В Новиград на следующую войну. Если соскучишься в лагере. Окей. Хьялмар. А, ты? Жаль Весемира. Спасибо за помощь. Я отдавал долг. Ты сразу вернёшься на Артскелек? Медлить нечего. Вот-вот начнётся война с чёрными. Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать? Знаю. И благодарю за это. Так, получается, де-факто все выжили. Как бы Весемир, он на самом деле довольно старый был. Ведьмаки, они живут на самом деле дольше, чем обычные люди. То есть ему дофигища лет было. Вот. Поэтому то, что он помер, это как бы жалко, конечно. Но в таких случаях, говорит, прожил долгую и интересную жизнь. Так что обидно было бы, если бы там кто-нибудь из молодых погиб. Аля вон та же. Ну, я не знаю, кстати, сколько лет. Кейри, чародейки тоже там себя омолаживают постоянно. Поэтому они выглядят всегда как молодые. Сочные. Ну, в общем, вы поняли. А де-факто она там, бабуся, 102-летняя уже. Ладно. Спасибо за все, что ты сделала для меня и для Цири. Честно, если бы я знала, что тут будет, я бы близко к Каэр Морхену не подошла. Рада, что смогла помочь. Но я уеду, как только Ламберту станет получше. Вы уедете вместе? Вы едете вместе? У меня есть одна мысль, но для ее воплощения понадобится помощь ведьмака. Ламберт согласился мне помочь. Удачи. Еще раз спасибо. Теперь мы квиты. О, Ламберт нашел себе телочку. Он был отважным. Мы можем поговорить. В чем дело? А, ну все, уже пошло стандартные эти фразы. Понятно, что этот скажет Золотан. Дешел справиться, как я себя чувствую? Спасибо. Могла быть и хуже. Это хорошо. Жаль мне Весемира. Я знаю, он был тебе близким другом. Да. Спасибо. Хороший был дядька. Слушай, не хотелось бы мне вмешиваться между водкой и закуской. Не пойми меня плохо. Я вам помогу, что бы вы ни устроили. Но, по-моему, сейчас надо контратаковать. Надо отыскать дикую охоту и накрыть ее, как быковцу. К сожалению, это не так просто. Нам будет трудно их найти, а они нас разыщут с легкостью. И застанут нас врасплох. Прости меня, Геральт. Но это жалкий лепет человека, который не может прочухаться после удара судьбы. Напейся, проспись. А прежде всего, возьми себя в руки и обдумай это дело. Обдумаю. Золотан, кстати, у него хороший боевой настрой. Так, ладно, погнали с Савалакхам поговорим. Зираэль обладает великой силой. Почему никто не учил ее контроля? Представь себе, кто-то ее все-таки учил. Как видно... Хм. У нас не было случая поговорить. Благодарю за помощь. И за заботу о Цири. Еще будет время для благодарности. Сейчас надо забрать отсюда Зираэль, спрятать. И собрать более мощные силы. В Каэр Морхене собрались все, на кого мы могли рассчитывать. В таком случае, следует попросить о помощи врагу. Лучшее оружие против дикой охоты — магия. Значит, нам нужны чародейки, мастера магии. Ты имеешь в виду ложу? Большинство членов ложи мертвы, остальные в бегах. Филиппа Эйльхарт, Маргарита Лаэнфиль и Фрингилья Вига, скорее всего, живы. Франциска и Ида, ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Да. Наверное, так будет лучше. Я не доверяю ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила соглашение с Императором. В обмен на помощь, ложе получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Это будет нашим козырем в торге. Фрис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения. С меня хватит. Я не дам себя никуда везти, как мешок. Я не хочу сидеть сложа руки. Я устала ждать и прятаться. Ну, окей, давайте скажем, ты права. Мне просто интересно, что она дальше предложит. Ты права. Ты доказала, что можешь о себе позаботиться. Проще похлопать по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется, чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции. Во-первых, ни хрена подобного. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне. Пока. Ну, давайте пойдем за ней, это же интересно. Я лучше пойду за ней. Подожди, ей нужно время. Позволь ей пройти через Скорбь. А потом мы как можно быстрее начнем уроки. Она должна научиться управлять своими способностями. Все это обучение, правда, необходимо? Ты видел, что произошло? С Ири может оказаться даже более опасно, чем Дикая Охота. Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдем, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания. Так, ну что ж, я так понимаю, у осады все как бы больше не будет. То есть, мы сейчас сможем опять спокойно бегать, выполнять там заявки. В 28 уровень, охренеть уже. Просто апаем не по дням, а по часам, лойлоки. Вон, вопыта по 800 сыпят. Геральт свою киянку точит. Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после восьми попыток? А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит. Ну, не выходит, потом выйдет. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим, маятник легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? А Валак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Ну, давайте второй вариант. Что? Что это так? Ты не пожалеешь. Снежки? Я вообще хотел и... Ну, в принципе, да, правильно. Я тебе покажу. Сначала догони. А что мне надо делать-то? Ну, я догнал. А как мне слепить с ней? А, на... На... На этот. Да блин! Попали! А где еще снег можно взять? А, вот. А-ха-ха! Попали. Блин, ну, конечно, снежки с ней прикольные. Короче, надо кидать, когда она этот самый. Просто я думаю, может быть, ей поддаться, как бы, это, чтобы... Не просто, как бы, мы ее закидали, а пусть она по нам тоже кинет снежок, чтобы повеселее было. Во! Как бы... Мне кажется, а то мы ее так закидываем. Ну, теперь, я думаю, можно. Ну, ладно, пусть еще разочек кинет по нам. Ничего страшного. Ха-ха-ха! Хороший бросок! Ну, все, добиваем. Вот. Ты был прав. Ха-ха, помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. На следующее утро. Геральт! Геральт! Вставай! Что? Что такое? Вставай! Пора ехать! Я коней заседлала. Цири, только рассвело. Куда ты собралась? В Велин. Через несколько дней на Лысой горе будет шабаш чародеек. И знаешь, кто у них почетный гость? Просвети. Просвети. Не знаю. Просвети меня. Имлерих. А кто это достать у нас не будет? Как тебе это вообще пришло? Кто такой Имлерих? Я хочу отомстить за весь мир. Шаш. Это идеальная возможность. Имлерих будет среди своих. Это этот, по-моему, командир какой-то, да? Не будет ждать удара. Дайте спросим, откуда нас надо. Куда ты обо всем этом знаешь? О Шабаши? О Бымльихе? Овалак рассказывал мне о тех, кто за нами гонится. Он говорит, что знание дает преимущество. Пойдем. По дороге поговорим. Ну окей. Ну поехали. К Императору нафиг не надо ехать. Иди. Я не думаю, что есть резон. Тем более он нам не помог с осадой. Вообще говнюк какой-то. В путь. В путь. После битвы в Каэрморхене, которая едва не закончилась смертью всех защитников крепости, Цири начала думать о месте предводителям Дикой Охоты. Однажды ночью она разбудила Геральта и убедила его отправиться в Эль. Цири знала, что на вершине Лысой горы она встретит Имлериха. Девушка собиралась его убить. То есть нам надо убить Имлериха, да, теперь? Только мне кто-нибудь даст время броню сковать, а? А то квесты как-то пошли один за другим, одним за другим сюжетные. Дайте мне броньку перековать себе, чтобы это как-то чё-то где-то. А то чё-то как-то стрёмно. Шашлык пошёл в отличную концовку. В какую отличную концовку? Ну, в смысле, я не знаю, какая получится, такая и будет. Как бы она уже не... Ну, я не знаю, Гессемира, если нельзя было спасти, то да ладно. Если можно было спасти, то это уже косяк. Ну, а какая концовка? Я принимаю те решения, которые мне нравятся. Какой концовке это приведёт, я как бы не знаю. Ну, то есть... Ну, я так понимаю, вот это решение, типа, ехать к императору или не ехать, оно имело место быть. Ну, точнее, было важным, скорее всего. Потому что, если бы мы поехали к императору, мне кажется, Цири бы на нас обиделась и сказала, «Пошёл ты в жопу». Наверное, так. Арт Кербин. Дом хозяек леса. Христиане боялись этого места, а барон считал, что хозяйки леса просто сказка для непослушных детей. Интересно, как он сейчас? Он нашёл жену и забрал её куда-то далеко. С Анной не всё было в порядке. Жалко. Откуда ты знаешь, что мы найдём здесь имериха? Авалак говорил, что в нашем мире повсюду живут создания, которые тайно общаются с эльфами из Айенейля. В Велине это ведьмы. Как я поняла, Эридин послал имериха к ним с приказом держать ухо в остро. На случай, если Авалак вернётся в старое убежище. Судя по количеству ушей, которые висят в лесу, они поняли приказ буквально. Думаешь, имериха ещё здесь? Он любит плотские забавы. Вино, секс. Ведьмы ублажают его. А это питает его самолюбие. Я уверена, что он не упустит возможности и появится на Лысой горе в ночь Шабаша. Ты знаешь, что это за место? Несколько сотен лет назад здесь обитали друиды. Но потом появились ведьмы, уничтожили Велинский круг и осквернили священный дуб на вершине горы. Раз в год здесь устраивают праздник, саббат. На него сходятся все местные крестьяне. Подозреваю, что имерих тоже появится, как почётный гость ведьм. Многое знаешь. А Валак хороший учитель. Да, ну пойдём. Мы сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину и найти имериха. Ладненько. Давайте я на этом тогда этот выпуск закончу. Всем большущее спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.